Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы. День. Люди. События. День 19 января. В июле 1990 года Ирак обвинил соседний Кувит в ведении экономической войны против него и в незаконной добыче нефти на иракской стороне пограничного нефтяного месторождения Румела. Некоторые основания к этому были. Власти Кувита начали переговоры. Однако, Саддам Хусейн требовал быстрых решений по выплате огромных компенсаций и долго ждать не стал. 2 августа 1990 года иракская армия вторглась в Кувит и оккупировала его. Агрессия против Кувита вызвала единодушное осуждение мирового сообщества. На Ирак были наложены санкции, и по мандату ООН была создана международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, пользовавшиеся поддержкой всех стран НАТО и умеренных арабских режимов. С 17 января по 28 февраля 1991 года США и их союзники провели операцию «Буря в пустыне», разгромив иракские войска и освободив Кувит. 19 января 1991 года президент Ирака Саддам Хусейн отдал приказ откачать сырую нефть из терминала Sea Island в Кувите и семьи крупных нефтяных танкеров и сбросить ее в море. По предварительным оценкам в море было вылито 816 тысяч тонн нефти. Также в Кувите было подожжено 732 нефтяных скважины. На их тушение ушел почти год, общие затраты составили около 2 миллиардов долларов. С огнем боролись специалисты из 16 стран. Это событие стало одной из крупнейших экологических катастроф 20 века. Мыслящие люди очень давно задумывались о том, чтобы сохранить места своего обитания для потомков. Считается, что природоохранное право в мире появилось в 13 веке. Первым указом было распоряжение короля Эдуарда, которым запрещалось использование каменного угля для отопления жилищ в Лондоне. Самым первым сохранившимся экологическим документом считается каменное стело, найденное в Китае, датированное учеными 1549 годом. На стеле высотой 1,6 метра высечено 700 иероглифов, которые запрещают вырубку леса и обязывают граждан засаживать лесами пустынные территории. Декрет, выбитый на стеле, гласит, что любой, кто ослушается приказа, будет сослан в отдаленные места империи. Первыми российскими законодательными актами по экологическому праву были указы Петра I по охране лесов и животных. В 19 веке охране природы уделяло внимание практически каждое уважающее себя государство. Человеку еще удавалось балансировать на грани, за которой невысполнимое. В 20 веке человечество эту грань перешло, и этот период в истории имеет все шансы быть названным периодом экологических катастроф. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.